Еще одна группа военнослужащих из Ульяновска отправилась на боевое слаживание в юго-западную часть страны. В нее вошли как мобилизованные жители Ульяновской области, так и других субъектов Приволжского федерального округа. До этого каждый из защитников на базе учебного центра проходил двухнедельную подготовку, тактическую и огневую. Мужчинам напомнили, как обращаться с оружием, как правильно оборудовать окопы, обнаруживать мины и самое главное, как сохранить себя в бою. Подготовку мы прошли, ребята очень сдружились, очень сплотились. Для нас это просто честь и гордость, чтобы мы уходим со своего родного города. И что мы именно представляем тех первых ребят, которые придут и будут защищать нас, наверное, от этого фашизма, который сейчас назревает в мире. Проводить защитников пришли сотни людей, родные и близкие, а чтобы боевой дух солдат был еще более крепким. С напутствующими словами перед ними выступили глава правительства Ульяновской области Владимир Разумков и чемпион мира по смешанным единоборствам Владимир Минеев. Ребята боевые, на которых заняты, как они показались, очень неплохо. Взрослые люди, многим уже за 30-40 лет, все в них прекрасно. В этом плане не было таких, кто первый раз в руки взял оружие или не знал, что ему действовать как в бою. Поэтому за ребят мы спокойны. Пока бойцы служат, регион позаботится об их семьях. С помощью новых льгот, например, мобилизованных на период участия в специальной военной операции, освободят от уплаты транспортного налога. Также главам районов настоятельно рекомендовано предоставить солдатам соответствующую льготу на налоги имущественные и земельные. Прорабатывается вопрос о единовременной выплате мобилизованным. Это не конечный список. На юге страны ребята пройдут боевое слаживание в экипажах, отделениях, взводах и ротах. После этого защитники страны приступят к выполнению служебных задач в районе военной специальной операции.